Мы продолжаем. Теперь у нас опять будет доклад про NLP, про большие языковые модели, про, скажем так, этическую составляющую. Будет рассказывать Никита Семенов, это директор по исследованиям в МТС-AI. Собственно, я думаю, Никита лучше расскажет, докажет, ну, в общем, показывай. Да, раз-два-три, супер. Да, всем привет. Сегодня мы на самом деле поговорим про языковые модели и вообще, когда я готовился к этому докладу, я, наверное, ставил задачу себе не рассказать про какие-то очередные новые введения или еще что-то, а заставить вас всех подумать, вообще, где мы сейчас находимся, потому что сейчас очень много спекуляций на тему того, что вот чат GPT, GPT-4 — это новый искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект, он на всех поработит, давайте с ним договариваться. В общем, таких трендов очень много, очень много непонимания и вообще, что вообще происходит вокруг. Моя задача, наверное, заставить каждого из вас подумать вообще, что происходит, и найти правильный ответ для себя. Ответа единственного я не дам. Начнем мы, на самом деле, с небольшого такого теоретического введения. Вообще, что из себя представляет сильный искусственный интеллект с точки зрения, построения модели. Понятно, что это некая простая иллюзия функционирования человеческого мозга, мозга живого существа. Есть некая модель perception. Про perception задачи все слышали в искусственном интеллекте, про это много говорят. То есть это модули, которые отвечают за восприятие внешнего мира. Есть некий актер или эктор, действующее лицо, то, с чем мы себя ассоциируем, и то, что принимает какое-то решение. У этого эктора есть несколько основных вещей и основных моделей, которые помогают принимать ему те или иные решения. В первую очередь, это его кратковременная и долговременная память. Кратковременная — это, понятно, какой-то контекст, оперативная память, а в долговременной — это некое представление о мире. Причем представление о мире не просто представление о мире, а возможность предсказывать какие-то события. У каждого развито довольно по-разному, но как общий элемент есть у всех. И самое важное, помимо некого конфигуратора, который выступает в роли такого типа скрам-мастера, который заставляет всех договариваться между собой и алайнит их между собой, это модель некой внутренней стоимости, некий внутренний критик, который всегда вам задает вопрос, а нужно ли нам это, зачем мы это делаем, какая у нас вообще от этого будет выгода, и непосредственно модель предвосхищения этой самой выгоды. После того, как мы посмотрели на эту довольно простую и сложную картинку в одном, давайте посмотрим на самом деле на эволюцию трансформеров, что вообще поменялось, и как мы вообще пришли к тому, где мы есть сейчас. Понятно, первый шаг это был attention is all you need, ну просто attention, никому ничего не интересного, но первые результаты появились. Дальше был GPT-подобные модели. Основное отличие от attention то, что мы начали делать притрейн. Да, очень сильный большой притрейн, а потом мы его фантюнить на что-то более узкое и получили сразу бешеный буст. Дальше подумали, а что если делать притрейн не просто на одну задачу, а сразу на несколько, тем самым увеличить некую прогностическую способность и способность модели представлять внутри себя знания более системно. Сработало. Дальше подумали, а давайте-ка сделаем эту модель потолще. Опять-таки сработало. И на самом деле вот на этот момент на GPT-3 комьюнити уперлась в некий блок. Дальше раздувать было нет смысла, поэтому начали искать более конструктивные, более интересные подходы. Да, и придумали такую штуку, как учитывать более правильно, не просто делать какой-то супервайс-тренинг, а учитывать более правильно фидбэк от людей. То есть задача была предположение, что давайте-ка мы сделаем модель на основе какого-то поведения человека. Сработало. Ну и чат GPT, давайте добавим больше фидбэка от людей, будет больше похоже на человека. Как мы видим, на самом деле на графике, насколько пользователи были удовлетворены ответами одной и той же модели, обученной по разным вот этим самым методикам. То есть когда у нас просто обычный притрейн, никого ничего не удивишь. Два из пяти – это очень плохой результат. Дальше, соответственно, добавили промты. Промты очень сильно скорректировали на больших моделях результат и стало уже так себе. Потом эти промты начали тюнить под конкретные задачи. И вот как раз-таки Game Challenger – это инстракт обучения, когда у нас появились более сложные инструкции, которые вывели эти самые модели на новый уровень. А за счет чего? Давайте посмотрим на примере GPT-3.5. Простая история. У нас есть промты, предобучение. Мы затюнили на базе какого-то там человеческого поведения, на большой выборке. А дальше мы попытаемся внедрить туда обратную связь непосредственно от пользователей, от людей, чье поведение мы хотим имитировать. Каким образом? Давайте применим обучение с подкреплением, попробуем описать некую модель мира, попробуем создать некую модель оценки при взаимодействии с этим миром. Ну, соответственно, наняли крауда, сделали модель, которая ранжирует некие варианты из этого самого GPT и прав-форвардили ошибку и обучили модель в соответствии с этими понятиями. А потом просто взяли на основе этой модели мира, попробовали придумать какие-то политики по оптимизации непосредственно этого самого модели реворда, чтобы сделать это не постоянную историю зависимого от человека, а на базе каких-то полисей. А теперь снова вернемся к этой картинке и посмотрим еще раз на это. Похоже это на это? Ну, ответ, наверное, нет. Вообще нет. Мы просто имитируем чье-то восприятие, чье-то мнение, причем мнение не одного человека, а большого количества людей. Они не всегда между собой комплементарны, они не всегда соответствуют друг другу. Некоторые мыслят просто по-разному и так далее. В меру своего воспитанности, испорченности, образования, места происхождения и много чего еще. Чего не хватает? Понятно, что есть некие предположения на текущий момент, которые сейчас стоят перед комьюнити с точки зрения развития всего этого. Первое — это то, что текущий подход, на самом деле, обучение с подкреплением, он не совсем совершенный. Мы так не развиваемся. Мы не развиваемся на основе подкрепления. Основное наше обучение происходит с точки зрения как человека с самого рождения. Это собственно самообучение, self-supervised learning, когда мы сами оцениваем, нужно нам это или не нужно. Мы не копируем, не подражаем. Иногда стараемся, но это не наша основная функция развития нашего мозга. И к чему это нас приводит? На самом деле приводит к таким простым тезисам, что предсказание — это суть интеллекта. Наверное, это понятно и очевидно. А обучение прогностическим моделям мира, то есть когда мы пытаемся предсказывать мир, — это основа здравого смысла. Но мы так мыслим, мы так существуем. Для нас это все очевидно, но никто об этом не задумывается. Никто не пойдет, прыгает с пятого этажа, просто потому что это противоречит здравому смыслу. Почти ничего, как я уже сказал, у нас не обучается с точки зрения обучения с подкреплением. Зато наоборот, все обучается с точки зрения самоконтролируемого обучения. Мы там сунули розетку, вилку, получили не совсем приятные ощущения. Больше мы это делать не будем, хотя с точки зрения обучения с подкреплением мы еще пару раз так бы сунули, чисто проверить. Если бы мы реально обучались с точки зрения обучения с подкреплением. Основа разума это моделирование и прогнозирование, плюс оптимизация некоторых целей. У всех у нас есть цель, кто сюда пришел, кто сюда не пришел, кто пришел послушать конкретно этот доклад. Есть цель. Какая цель у ChatGPT? Если только поработить все человечество. Но нету цели, очевидно. И у этих моделей больших языковых, понятно, нету никакой внутренней стоимости. Они для себя не оценивают, что дает им этот ответ пользователю. Ну и понятно, нету никакой сложной архитектуры. Это просто большой трансформер. Хоть там сколько бы там слоев, уголов не было. Ну и понятно, что нет предосхищения результатов. Наверное, на этом супер не будем долго останавливаться. Это примерно то же самое. Что не так? Вообще с языковыми моделями. Они имеют постоянные, очень большие вычислительные затраты. Это авторегрессия постоянная. Мы постоянно идем, постоянно что-то хотим. Ну и на каждом этапе у нас очень низкая избирательная способность. Как бы мы там хорошо не обучили модель, она всегда обучена минимизацией у кого-нибудь перплексии или около того. Поэтому это всегда одно и то же распределение вне зависимости от всего. Они не умеют рассуждать. Они умеют только имитировать рассуждение. Если кто-то где-то в интернете порассуждал, это попало в выборку. Понятно, что мы это просто скопировали. Просто датасеты, на которых обучена чат GPT, они просто низкого большие. И все, что мы видим, это на самом деле просто хитрый, правильно упакованный краул интернета. В противовес этому люди умеют понимать, как устроен мир, могут предсказывать последствия своих действий. Чат GPT вам ответит, как там был тезис, что будет, если сгенерировать текст в поддержку каких-то сообществ или президента Байдена. Ну ничего не будет, просто сгенерит и все. На мой взгляд, авторагрессивные модели обречены. Обречены они по одной простой причине. Сегодня было много, кстати, докладов на этот счет в нашем треке. Но если инженерал, они никогда не поддаются контролю. Но если просто посмотреть на вот этот пирог нарисованный, мы можем увидеть, что из всего огромного множества всех токенов, лишь малая часть соответствует тому, что мы считаем приемлемым. Если даже просто рассчитывать для авторегрессии, что каждый токен, вероятность того, что мы выберем правильный токен, она там будет 0.9999 на экспоненте, так у нас это в степени n, на 200 символах, на 300 символах, мы все равно скатимся всего лишь где-то в цифру 50-60%. Это слишком много, и это проблема этих моделей, их конструкции. На текущем дизайне, на мой взгляд, это просто не поддается исправлению. Мы сегодня много говорили про детоксификацию. Это потенциальное решение, но мы пытаемся обработать результат большой языковой модели с помощью большой языковой модели. Очень спорно. Как защищаться вообще на текущий момент, потому что много про это говорят. Все очень боятся, что искусственный интеллект завоюет мир, отберет работу. На самом деле придумали еще в 2016 году первые методы, еще до появления всех этих GPT. Fake news были уже тогда, их искали. Простые классификаторы, пачка налево, пачка направо, train, обучили, классификатор погнали. Ничего сложного. Работает? Ну не очень. Подумали, что же еще можно сделать. Давайте посмотрим на статистику. Языковая модель, минимизация перплексии. Понятно, что статистика будет очень сильно варьироваться по отношению к тому, как пишет реальный человек. Действительно, методы работают. Есть интересные статьи. Вот я здесь привел для всех интересующихся, можете потом посмотреть. Как реально с помощью статистических поисков аномалий в статистике текста найти тексты, сгенерированные искусственным интеллектом. Но самое интересное, на мой взгляд, это использование водяных знаков. Что вообще это такое? Куда жать? Представим такой некий черный ящик, который будет на основе выхода этой самой языковой модели говорить, является ли эта штука сгенерированной этой самой моделью. То есть мы заранее в дизайн языковой модели, в историю, как мы ее обучаем, как мы ее инференсим и так далее, вносим определенный байос. Мы говорим, что есть определенный словарь, есть определенная хэш-функция, которая позволяет нам 100% потом сказать с помощью нашего же детектора, который мы потом везде распространим, что эта штука сгенерирована нами 100%. Звучит немножко сложно. Где у нас тут? Опять все. Но вот если посмотреть, сверху промпт, который мы суем в языковую модель, и посередине без ватермарок, и снизу с ватермаркой. На вид все легко и просто с точки зрения, если вы когда-нибудь это увидите в тексте и не будете знать, что здесь есть ватермарка, вы никогда ее не найдете. Но, казалось бы, это реальное решение и панацея. А OpenAI сейчас озолотится, потому что они, с одной стороны, будут всем продавать API по генерации текстов, а с другой по детекции текстов, но не все так просто на самом деле. Оказалось, что статья 23-го года не успели придумать, а уже через неделю сломали. Мы говорили много про парафразер. Парафразер, например, один из инструментов, который полностью ломает все статистические методы детекции. Он полностью ломает методы детекции, основанные на классификаторах, тех самых допотопных. И, соответственно, парафразер может абсолютно так же корректно переносить ватермарку на сгенерированный или не сгенерированный текст. Но еще мы можем на самом деле просто провести blackbox-атаку, взять человека и начать его просто в модель давать какой-то input, а потом анализировать выход и предположить паттерны. Обычная blackbox-атака тоже работает на самом деле. В общем, если коротко, панацеи нет. Немножко про цифры. Статья свежая, буквально пару недель ей. Сверху GPT-2, причем голый GPT 100% защищается ватермарком. Разными алгоритмами детектится на ура, потому что 15% уверенность в том, что текст сгенерирован сеткой. Сеткой это довольно сильно на самом деле. Но при появлении дополнительного парафразера, который просто начинает раздувать текст, эта история снижается до 4%, до 1%. То есть практически неотличимо. Вот там в самом низу human test. То есть человеческий текст с вероятностью 1% все равно маркируется как некий написанный AI. С GPT 3,5 или чат GPT, DaVinci и так далее все чуть сложнее. Они хуже из коробки детектируются. Но по-прежнему, даже несмотря на то, что они из коробки хуже детектируются, все равно находятся методы, которые понижают и даже эту без того малую вероятность. Так как мы, наверное, никак не можем сказать, из чего именно состоит чат GPT с точной уверенностью, и поэтому никто, наверное, не в состоянии протестировать и воспроизвести этот результат. Поэтому в колоночке, где Watermarks, у нас пусто. На этом мой доклад, наверное, окончен. Основной тезис, который я хотел сказать, не стоит бояться языковых моделей. Они лишь копируют и имитируют, но не дают никакого целостного value. Тем более они завтра не пойдут воевать с людьми. Спасибо, Никит. Мне кажется, наиболее холиварный доклад. Если есть вопросы, давайте. Давайте только стараться не сильно углубляться, иначе тут один на один можно надолго застрять. Вопрос про кодогенерацию. Насколько все-таки языковые модели способны писать код, или это все тоже просто очень хороший Google? С моей точки зрения, это хороший Google, который очень сильно оптимизирован под конкретные задачи. Он хорошо ложится на задачу, если у вас там есть очень специфичный фреймворк. Я не знаю, вы там большой интерпрайз, в котором банк, в котором допотопная Java, вы не хотите переезжать на новую. Он хорошо ляжет, его можно хорошо затюнить, но он всегда будет отставать от текущих трендов. Придумают новые тренды, выйдет новый фреймворк, он всегда будет позади. Ему нужна большая итерация, ему нужен большой гэп, чтобы нагнать вот эту самую дельту этих итераций. Поэтому фронтендеры, которые переписывают каждый раз, каждые шесть недель фронтенд всегда будут в моде. Ну а способен он оптимизировать код? Я вот экспериментировал, я ему давал одну и ту же задачу, говорил оптимизирую, он вроде что-то пытался. In general да, но он никто не гарантирует на текущий момент, что эти истории, а, не пройдут уязвимостей, B, что это вообще работающий код, да, это просто некая задача оптимизации. Мы там выучили политики в процессе изучения human feedback, мы просто сказали, когда ты просишь его оптимизировать код, он говорит, он просто перенастраивает веса этих политик, чтобы они были там чуть более оптимальными. Поэтому он сгенерировал что-то максимально похожее на твой запрос, что он считает, но не гарантирует, что A это работает, что B это оптимально и что это лучшее решение. На текущий момент так. Еще вопросы? Здесь слева есть. А, все, далее. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как вы думаете, как повлияет закрытая политика OpenAI на дальнейшее развитие генеративных сетей? И еще в дополнение, как вообще будет разворачиваться конкурентная среда, не случится ли такого, что одна большая сеть, за ней не будут поспевать другие? Я думаю, что самый правильный ответ на этот вопрос – это посмотреть на историю. У Google уже был такой экспириенс, у них был свой ходуб. Все знают, чем это кончилось. Они его закрыли и перешли на обычный ходуб. Поэтому любая попытка закрыть технологию, она лишь приводит к тому, что ты начинаешь обладать уникальным стеком, тебе сложнее подбирать людей, нанимать людей, поддерживать знания, контрибьютировать и развивать его, следить за современной тенденцией. Поэтому, на мой взгляд, все решения, которые инновационные, они в том или ином виде должны быть open source, чтобы двигать всех в едином русле, иначе ты рискуешь остаться тем самым странненьким человечком в углу, который идет своим путем. Никто не говорит, что он неправильный. Просто в какой-то момент ты можешь понять, что для тебя слишком дорого там стоять и все. Спасибо за доклад. По поводу законодательства, если туда все с датасетом запихать, и оно не сильно часто меняется, есть же уже практика? Практика, на самом деле, есть давно. Я знаю еще, может быть, 2-3 года назад, некоторые банки, которые обладают как раз-таки интернациональностью, когда у них есть интернациональное представительство, они проверяют некоторые свои внутренние политики на соответствие некоторым вновь вышедшим законодательным историям. Потому что, когда ты большая интернациональная компания, ты просто физически не можешь проверять, или тебе нужно держать штат 5000 юристов, ну, не всем это выгодно. Поэтому, по-моему, это Goldman Sachs, они применяли уже GPT-3, причем даже не 3,5, еще давно, и вроде как это даже работает. То есть для массового защиты населения, своих прав, то есть это не будет работать? Ошибка большая. На текущий момент, я думаю, что наше законодательство, неважно где, в какой стране, к этому не готово. Это как с врачами, кто несет ответственность. Адвокат представляет интересы непосредственно своего подопечного, и он за него отвечает, у него есть там какой-то опыт, экспириенс, он его переносит, и пытается выстроить определенную линию защиты. Эта штука не умеет выстраивать линию защиты, она умеет имитировать. То есть прецедентное право, скорее всего, будет работать на ура. Но если это что-то инновационное, что-то новое, где что-то, скорее всего, плохо будет. Нет, скорее всего, да. То есть это десудебная практика, ты в почете, да, и признается, и страховые компании уже страхуют от каких-то последствий. Спасибо. Давайте последний вопрос. Вот давно парень тянет руку. Будете свое расширение делать, чтобы по звездочке 100-решетка мне показывался баланс на телефоне? Не показывался баланс? Показывался баланс. А он не показывается? А я сейчас уже не проверял. Когда я последний раз проверял свой баланс, он еще показывался. Ну ладно, на такой нейтральной ноте мы и закончим. Спасибо большое, Никита. Да, спасибо всем. У нас перерыв 3-5 минут. И, собственно, следующий доклад у нас будет про компьютерное зрение опять. Это про распознавание эмоций. Мы ждем вас.